Привет! Как дела? Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я писала свою диссертацию на курсе MBA. Начну с того, что изначально тема у меня была абсолютно другая. Диссертацию мы пишем в течение двух семестров, которые идут по 15 недель каждый. Про позол, то есть проектное предложение по диссертации. И второй семестр у нас была, собственно, сама диссертация. Про позол я писала на другую абсолютную тему. Я взяла то, что меня интересует, то, что связано с видеографией, то, что связано с видео, с диджитал-фильмом, то, чему я обучалась на бакалавре. Ну и то, что меня интересует на профессиональном уровне, то есть съемки, журналистика, новостная какая-то фотография, новостная видеосъемка. Все это я хотела связать в одно общее, на базе чего, возможно, в будущем я бы открыла свое агентство по новостной видео или фотосъемке, такие как Getty Images или Associated Press, ну или и Tartas, в данном случае в России. То есть агентство, куда фотографы, видеограферы со всего мира могли бы скидывать свои репортажи, и я бы их продавала за комиссию. Как, в принципе, я зарабатывала в качестве репортера, делая какие-либо новостные сюжеты и отсылая вот в такие вот агентства. То есть я думала на базе своего материала, на базе своей диссертации в будущем создать такое агентство. Ну и как бы старалась придумать тему в этом направлении. В итоге у меня получилось то, что я в общем начала писать о Distractive Technology, то есть взрывной технологии. Мне посоветовали вот такую книжку, называется The Innovators Dilemma, то есть Дилемма инноваторов Клайтона Кристенсена. Я ее прочитала от корки до корки практически два раза. Это очень интересная тема, как взрывные технологии полностью меняют будущее. Ну и помимо этого я еще нашла и купила, потому что мне эта тема очень интересна. Вот такие книжки, как Digital Business Startup, инновации, Crossing the Chasm, то о том, как маркетинг и технологии работают вместе, и Seeing what the next. Посмотрим, что там в будущем. То есть все это, все эти учебники были куплены за счет того, что я прочитала вот эту книжку, и как бы по этой тематике я начала набирать на ebay, какие еще книжки я могу купить, что-то почитать из новинок, и конкретно об этой теме, о взрывных технологиях. Взрывные технологии, они чем важны и чем страшны? Тем, что это какой-либо маленький бизнес, который начинает действовать и забирает себе своим производством какого-либо товара некий сегмент основных покупателей, долю покупателей, которые заинтересовываются в этом бизнесе. И в итоге, если это все идет на масс-маркет, полностью переворачивает те бизнесы, которые уже существуют. Огромные компании, такие как, например, Nokia или Kodak, которые исчезли с лица земли только благодаря тому, что вышли смартфоны вместо кнопочного телефона или вместо пленочной фотографии стали цифровые фотографии появляться. А те большие компании не поверили, что это пойдет дальше и продолжали делать то, что они привыкли делать. В итоге они исчезли с лица земли, потому что это семимильными шагами перевернуло полностью то, что существовало в качестве классики. На данный момент я знаю, что Nokia и Kodak все-таки продолжают и пытаются что-то создать новенькое, как-то тоже выстрелить, но догнать лидеров в производстве смартфонов или фотоаппаратов им уже пока не удается. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, они сработают как раз-таки на виртуальную реальность. То, о чем я писала впоследствии свою диссертацию. Когда я писала про визуальную журналистику, так называлась моя тема, и что ожидает в этой области в будущем, мне пришлось затронуть такие инновации, как 3D-принтинг, как блокчейны, как виртуальную реальность и другие такие новинки, которые вот только-только начали выходить в последние 2 года в нашем мире. И так как за мой проект о диссертации, которую я бы хотела написать, мне поставили очень низкую оценку, поняла, что литературы на эту тему мне не найти. Вот конкретно про визуальную журналистику и про то, как оно пойдет дальше. На данный момент пока не очень-то и понятно, что будет дальше именно с фотографией, с видеографией, с видео. Учебников нету. Все, что я могла найти для будущего фото-журналистики, это 360 градусов съемка, фото- или видеосъемка. То есть ты ставишь камеру, и все, что вокруг тебя находится, снимается в одном режиме. И когда ты просматриваешь это или в очках виртуальной реальности, или на компьютере, ты можешь тянуть мышкой или курсором фотографию и увидеть, что находится сбоку этой фотографии или сзади того человека, кто снимал. Это было мне интересно, но материала было очень мало для литературного ревью. Диссертация состоит из литературного ревью, методологии и практической части, и неких выводов. То есть на основе литературного ревью некой информации, которую я нашла в академической литературе, которая уже существует, о какой-либо теме, и задав некие вопросы, а можно ли так, или а как это будет дальше, я должна была на основе опроса кого-либо, социального опроса или опроса экспертов. То есть если социальный опрос, это количественный опрос, то есть я должна была опросить не менее 100 человек, так или так, как вы думаете, и провести некую статистику, что люди такого возраста или такого пола думают об этом вот так, люди... Ну, в общем, найти некие статистические данные, или сделать qualitative, качественный опрос экспертов, которые что-либо знают о теме твоего топика и могут привести какие-либо примеры, на основании чего ты потом сделаешь выводы о том вопросе, который ты задал в своей диссертации. Я задала в своей диссертации «Что нас ждет в визуальной журналистике в будущем?» На что я не могла найти ни одного человека, который бы рассказал, потому что никто на данный момент ничего не знает про это. Все, что я нашла, я говорю, это 360 градусов фото-видеосъемка. Об этом мало пока что известно, люди пробуют, люди пытаются. Кстати, открылось какое-то агентство, которое продает такие фотографии и видео. Надо будет посмотреть, что это за агентство, и купить камеру, и ходить снимать всего на 360 градусов. У меня была такая идея. Но потом, так как я тему эту, так мне сказали, давай-ка мы отложим эту тему на будущее, а сейчас сделаем то, что тебя в принципе интересует, но в более широком таком виде в плане не только журналистики, но и вообще бизнеса. Когда мне дали супервайзера, то есть моего куратора в моей диссертации, я была счастлива тому, что этот куратор был моим любимым учителем. Я даже, наверное, и топик диссертации выбрала для того, чтобы мне дали именно этого учителя. Он вел у нас предпринимательство и новые технологии предмет. Очень классный преподаватель. У него есть свой бизнес, где он постоянно работает. И только по средам он проводит уроки в нашем университете. То есть он знает и практику, и теорию. Теорию объясняет великолепно, очень медленно, очень доходчиво и очень интересно. И когда ты чего-то не понимаешь, он конкретно останавливается и начинает объяснять тебе на разных примерах, как это действует, как то или иное работает, как это вычислить или посчитать, пока ты не поймешь. Вот таких преподавателей я очень ценю, огромное им спасибо. Таких преподавателей у меня было всего два в этом университете. Я даже написала благодарственное письмо и передала через ректора, чтобы их как-то отблагодарить. После этого я получила ответ, что спасибо, что написала такие добрые слова от своего супервайзера. Ну и в общем в итоге он мне посоветовал взять что-либо, что меня интересует на основе предыдущего материала, чтобы сохранить некую литературную часть. То есть я говорю, ну наверное вот это 360 дегри, 360 градусов фото-видеосъемку, можно как-то, так как оно связано с виртуальной реальностью, посмотреть, в чем еще виртуальная реальность может быть задействована, в каких бизнесах. Не знала, как и что, но как бы он говорит, хорошо, попробуй. Попробуй найти информацию о виртуальной реальности, которой было очень мало на тот момент, когда я начинала, а у меня оставалось всего три месяца вообще на всю диссертацию. То есть заново писать литературное ревью пришлось и искать материал, который вот-вот только вышел в прошлом месяце в каких-то журналах об инновациях, о бизнесе. Но, слава богу, такая информация нашлась и на основе нее я сделала свое литературное ревью и после этого разработала вопросы, которые я могла бы задавать экспертам в разных областях, в разных бизнесах. Экспертов было очень тоже тяжело найти. Мне пришлось ходить по выставкам технологий, маркетинговых, бизнес-инновационных. Даже один раз мне удалось попасть по своим каналам, конечно, в качестве прессы, но удалось попасть на такое мероприятие, как блокчейны, интернет-офсфинкс и технологии, инновации. Мероприятие, на который один самый дешевый билет стоил 275 фунтов. Самый дорогой, по-моему, полторы тысячи фунтов стоил. Я туда попала бесплатно в качестве прессы. Я походила, поснимала саму выставку. Конечно, мне надо было ее отработать, но помимо этого я еще нашла несколько экспертов, которые мне дали интервью. И так вот на другие выставки изначально было очень сложно, но о практической части и как вот это все у меня происходило и какой материал я нашла, это я попозже тоже расскажу. Но, когда я писала литературное ревью, я нашла очень классный материал именно о том, какие реальности на данный момент существуют в нашем мире. Это 6 реальностей, то есть сама собственная реальность, дополненная реальность, виртуальная реальность, миксованная реальность, дополненная виртуальность и виртуальность. 6 этих реальностей я описывала в своей практике, но помимо того, какие девайсы используются, какие новые гаджеты придумываются, какие перчатки и костюмы, чтобы человек сенсорно мог чувствовать то, что происходит в цифровом мире, то, что создано для того, чтобы попасть в этот мир, надо, естественно, надеть очки, Костюм, чтобы полностью ощутить то, куда ты попал и с чем ты взаимодействуешь То есть, что если ты дотрагиваешься в виртуальном мире до какого-то предмета То ты его реально чувствуешь своей рукой, которая одета в перчатку Которая может передать этот сенс, ощущение Но это все очень интересно На многих этих выставках я пробовала даже поиграться с какой-то там дополненной реальностью Мне реально начали объяснять, как это все действует Но так как режим у меня был очень напряженный В течение трех месяцев я должна была найти этих экспертов А выставок не так много было за эти три месяца Да еще и написать диссертацию Многие мне давали свои визитки и говорили Да, да, мы тебе ответим, давай в другой раз И так и не ответили мне В общем, реально у меня перед сдачей было всего 4 эксперта, всего 4 интервью Но благо нам продлили немножко на 2 недели Так как мы все просили, потому что мы не успевали Там заморочек очень много в британских университетах Там надо пройти некоторую Этический аппровмент Что ты не передашь какие-либо данные Секретные или несекретные И не выдашь имена тех, кто тебе давал интервью Или там кто-то отвечал на твои вопросы Дурдом Ну, в общем, вот этот вот аппровмент этический У нас слишком долго проходил, около месяца И на этом мы потеряли Потому что без него мы не могли начать опрашивать наших интервьюеров Но в итоге нам продлили на 2 недели И я посетила за эти 2 недели еще выставки, по-моему, 3 или 4 Где нашла реальных экспертов Реально работающих в бизнесе в каком-либо И использующих виртуальную реальность О практической части я вам попозже расскажу О 6 типах реальностей я тоже попозже расскажу Ну, а пока в итоге тема моей диссертации получилась Эффект виртуальной реальности на бизнес То есть мне надо было раскрыть тему Как виртуальная реальность помогает Или мешает, может быть В общем, как используется в бизнесе Вот пока на этом все В следующих роликах смотрите Раскрытие моей теоретической части И практической части Пока-пока До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok